Мейкап-тренды этого сезона сосредоточены главным образом вокруг естественных дневных макияжей. Много теплых оттенков, по-прежнему акцентные брови и тщательно проработанный тон кожи. Макияж мы всегда начинаем с подготовки кожи. То есть здесь обязательно протереть лицо перед макияжем, то есть либо тоником, либо мицеллярной водой. И далее мы наносим уход, либо базу. То есть в принципе дневной макияж у нас до сих пор остается максимально незаметным, то есть это легкий тон. До сих пор сияющая кожа, она никогда не выходит из тренда. Уполняем консилером, чтобы перекрыть следы недосыпа, венки, которые выступают. Консилер у нас от тонального отличается тем, что он более плотный по своей пигментации, но более легкий по своей текстуре. Создаем более волосковый эффект. Обязательно всегда после того, как наносим тени или карандаш, всегда еще раз прочесываем гелем. Пушистые – это красиво зачесанные брови. Никогда они выйдут из моды. Тон бровей мы подбираем на тон выше, чем оттеночек волос. Конечно же мы добавляем бронзер, который в принципе хорош как летом, так и зимой, тем более на нашем Южном Урале. Остается тенденция монохрома. То есть мы сочетаем один оттеночек и в губах, и в румянах, тенях. Так как мы хотим сделать акцент на губы, но не делать все-таки четкой графики, а более легкое покрытие сделать, бальзам с губ мы не убираем, а наносим прямо на него. Нанесу поплотнее, а потом растушую пушистой кистью, и у нас будет эффект зацелованных губ. Фуксия – это все оттенки красного, они всегда остаются на пике популярности. Все оттенки бежевого, нюдовые тона. И финальным этапом макияжа я нанесу спрей для закрепления. Оттенки губ, оттенки глаз как раз выполнены в осенних цветах, то есть это и бронза, здесь у нас такой бордово-красный, несколько, наверное, оттенок пожухлой листвы.